Вы смотрите Fight News. Самые интересные новости ММА. Клаудия Гаделья высказалась о своей следующей сопернице Джоанне Джейчик. Она глупа. Весь сезон ТАВ она пыталась меня дразнить, но я просто игнорировала ее. Она пыталась залезть мне в голову, начала поливать меня грязью и всячески запугивать. Но всякий раз, когда я отвечала, она просто затихала и не знала, что сказать. Вот увидите, в середине сезона она перестала нести свою чушь, сказала Клаудия. Напомню, показ 23 сезона ТАВ стартует 20 апреля, а поединок и Джейчик против Гадели пройдет 8 июля на финальном турнире ТАВ-23. Люк Рокхолд прокомментировал возможный реванш с Майклом Биспингом. Было бы интересно сделать этот бой, и было бы еще забавнее вновь заткнуть его. Он действительно готов к этому? Я не знаю. Посмотрим. Я почти уверен, что этот реванш является своего рода необходимостью, сказал Люк. Напомню, 4 июня на UFC 199 Рокхолду предстоит другой реванш. Бой с Крисом Вайдманом. Нейт Диас заявил, что после победы над Конором Макгрегором, предпочел бы реванш с Рафаэлем Досаньесом за пояс в легком весе. Но UFC планирует реванш Нейта с Конором на турнире UFC 209 июля. Диего Брандау после боя с Брайаном Артега на UFC 195 провалил допинг-тест на наркотики. В организме бойца обнаружены метаболиты марихуаны, содержание которых превысило отметку в 180 нанограмм, в то время как допустимый лимит составляет 150 нанограмм. Срок отстранения будет известен после слушания атлетической комиссии, дата которого пока неизвестна. Константин Ерохин, проваливший допинг-тест и уволенный из UFC после поражения Габриэлю Гонзаге, отстранен на 12 месяцев и оштрафован на 3300 долларов. Херб Дин будет рефери в бою Дэниэль Кормье против Джона Джонса 2, который пройдет 23 апреля на турнире UFC 197. Киоджи Хоригучи против Нила Сири 8 мая на UFC Fight Night 87. Бренд Примус против Глэристона Сантоса 22 апреля на турнире Беллатар 153. Вы смотрели Fight News. Самые интересные новости ММА. Субтитры подогнал «Симон»!